ассаламу алейкум ва рахмату лава баракату приветствую всех наших подписчиков всех любителей овец гесарской породы а также аборигенных среднезиатских овчарок которых в таджикистане называют саги дахмарда саги чупони или саги туджики вот этот репортаж мы делали из отары абдурозика мы уже здесь не раз бывали у него в атаре а это вот они пришли с гор спустились и находится под прям вдалеке вон там это вот кишлак воде боссов дион называется откуда все вот эти ребята все дружно проживают они там и разводят все дружно вот таких гесарских овец замечательных вот вы видели овечку с белым курдюком это кастрированный барашек ему три года уже по моему ли два года вот неподстриженные все это вот в основном ягнята этого года вот мы белых вот этих мы 33 здесь овцы есть белых это одного чабана которому я уже говорил несколько раз что убери он горюши нет это ему досталось в наследство и он свой мироз не хочет терять в общем мы это говорили абдурозика здесь находится рядом с нами абдурахмон тоже сын учебу в ходе берзу карима садык находится здесь же вот это еще один брат абдурозика и мавлави который самый главный до марда и вот здесь вот мы видим вон видите лежит как будто это пес очень такой хороший рядом с овцами овцы как мы видели собака ни в коем случае не нападает мы видим что вот на собаку наступили овцы и она только как говорится взвизгнула но отошла не нападет на как никогда на овцу даже если будет как говорится овца их донимать этого пса никогда не нападет он тем более этот пес покалеченный в детстве его еще там погрызли вот теперь вот он ходит хромой но тем более всем все равно очень хороший пес а овцы просто замечательные ну смотрите сами мы их снимали в начале когда они только-только шли в горы и вот сейчас уже мы видим что совсем другая картина вот шестимесячные ягнята вот посмотрите вот ведь вот стоит вот вот он вот это ягненок этого года ну сразу сразу видно что сразу видно что набрали вес сразу видно что хорошо за ними следили смотрели пасли во время это тем более что это была ярочка вот здесь как говорится в окрестностях шамбары дом отдыха они сделали такой вот водопой здесь вода как говорится приводится с при помощи насосов при помощи насосов качается скважин и из селения тоже вот тоже собираются вот мавлови ходит среди овец вот это забота об овцах это его основное то что потому что он готовится жениться вот и для этого пасет овец набирает как говорится себе большое как говорится имущество чтобы на все это потратить смотрите какие тут вот эти перьярки просто глаза просто как говорится на вы выходит потому что это не сравнить с тем что было когда они шли в горы и схудалые казалось что вот это их как говорится кондиция вот посмотрите это просто и барашев из разведения как говорится тут же находится несколько пегих коз тоже которых вот в живого не любит пегих коз вот вот это вот видите пегая коза тоже портит как говорится вид вид отары потому что вот вот это вот голдур знаменитый пёс тоже но это не голдур это его сын вот это вот собаки лежат и наблюдая за овцами тоже которые вот данный момент чистейшую воду а здесь вот мало и поймал нам ярочку одну показывает какая она упитанная как она выглядит дает рекомендации свои как правильно держать овцу абдурахмон на холон еще советует ну и здесь же мне в ногу вонзилась колючка и до этого даже пришлось скрыть даром и улица убрать и объектив от овцы но тем не менее колючка попала очень глубоко на скисером ордером несмотря на это съемки продолжались вот такая вот прекрасная а это вот махмад субит это сын андурозиха 9 лет ему в третьем классе учиться он отличник его мечта стать врачом отец до марда он еще улов станет врачом будет лечить людей а вот это вот кучкар которого мы весной показывали вот снимаем его опять же вместе с мавлови вот он абсолютно черный он невысокий но очень ладный очень ладный хороший четыре года ему красивый кучкар сам по себе просили его много раз продать но не продали они его вот такой вот кучкар подпущен уже кучкары как мы говорили вот бараны производители к маткам и матки и шала в феврале уже принесут потомство в данном моменте мы можем посмотреть вот насколько матки хорошо выглядят как они правильно набрали вес а самое главное что когда наберут вес тогда будет и потомство правильное и здоровое здесь вот поймал уже мама суд их поймал овцы матку попросил я их а то вот здесь фотография как раз за медленном виде посмотрите на этого красавчика вот это молодой относительно пес сын галдура получается что он тоже каким-то боком родственник чельтан у которого мы отдавали в италию подарили вот это суды и вот немного овцы матка замечательная прекрасная но у него видите вот там где под курдюком у него немножко ниже гладюка вот у нее светлей ось вот такая вот волосы вот шерсть получается посветлее это считается не очень хорошее качество но вот такая вот овцы матка полностью говорится выглядит она как надо вот она ведь им какая широкая вообще просто бомбическая но вот еще поймает час нам до судов еще очень нагулявший вес цвет мы говорим что и суд их тоже поправился это вот перьярка перьярочка очень красивая смотрите вот в этом году не представить 1 код тоже оцените посмотрите вот ее сейчас отпустят лица у наших чабанов загорелые обветренные потому что все время надо приходить в горах под солнцем ультрафиолет вон там далеке ахмат тоже у которого он большой специалист его тоже вызвали из москвы потому что без хороших до марта час на вес золота не все хотят заниматься этим тяжелым трудом и вот еще одна овцематка вот посмотрите и шерсть четыре года три года и чужие солых у нее четыре зуба вот такие вот овцы в хозяйстве у абдура цеха приблизили немножечко вот идет она и тоже опять таки надо отметить что очень широкий овцы ну опять таки скажем что овцы что абдура цеха что у джалола что у муаммада что у джамола что аюба у зафара у аглака у них все эти овцы по происхождению из колхоза роги ленин путь ленина вот и они все на друг друга похожи потому что вот это чистопородные овцы к ним не подпускали никогда никаких афганских помесей сюда не подпускали вот потому что мы как только бывает поместь или что-нибудь такое это мы указываем отмечаем показываем и говорим чтобы такого не было ну конечно же каждый хозяин сам себе барин но чтобы содержать породу в чистоте посмотрите какие замечательные овцы как я уже говорю там на комит в комментариях на видео в этом году абдура цех суды и мавлари потрудились на славу и вот так вот замечательных таких вот они получили результаты и вот поймали там нам сейчас перья рачку поймали сейчас мы посмотрим на нее ну здесь любую можно ловить и показывать как на выставку удержать не может чабан не может удержать перьярка ну вот элитная перья рачка такая ни к чему придраться замечательная просто отпускает ее вот такие вот места в этих краях они будут до ноября а потом в ноябре уже пойдут дальше вышка вот и вот идут овцы имейте возможность увидеть их во всей своей красе все их ровные корпуса правильные курдюки соразмерные правильные головы уши соответственные сразу видно ки видно вот здесь и курдюки видно межлопаточная растаян все это мы показываем вот смотрите чтобы не возникало никаких вопросов вот этот вот кастрированный барана вот эти вот это вот эти белые это вот мы как мы говорили уже чабана который с ними никак не хочет расставаться они ему дорогие как он говорит как памяти как память нужно съесть и все а это вот козы даже не знаю сколько кос у них я спросил 180 коса каст вот говорит вам 180 кос козы тоже неразрывная составляющая отары потому что без них никуда во первых это и источник пропитания чабанов они намного дешевле и их содержать легче кормить легче а вот этого он видите серка вот серый абдурозих пообещал абдурахмону пообещал еще пока не отдал но сказал что альва дал дай что буду как говорится держать слово и козу подарю так что мы должны узнать это вот мы пришли к суды пришли домой вот как раз он недалеко вот он построил себе новый дом это его детки а это его сынок а это сын его к особо вот и вот так вот все у него есть вместе 12 соток земли у него это вот получил он по распределению и вот бесплатным все им разделили здесь вот такая вот мимо хона то есть место где принимают гостей сделал он такой ремонт вот видите так вот он привлечет гостей вот открываешь открываешь окно смотришь на на своих коз и все и уже работать не надо прекрасно вот абдурахмон сидит вот так нас встречали вот это гисарский виноград и в конце концов вот это вот жареный мясо гисарских овец так что вот такая вот и ахмад здесь тоже пожелаем чтобы вас тоже был такой баракат от ваших овец вот как у наших ребят дохмарда баракат и такого же изобилия